Приветствую вас, дорогой наш подписчик или гость на нашем канале. Появилось немножко времени, решил присесть и пообщаться с вами по поводу иммиграции в Канаду. Может, кому-то я отвечу на их вопросы. Будет ли иммиграция в Канаду? Я считаю, что да. Это не мое личное мнение. Об этом говорит постоянно правительство Канады. Они пишут статистику на своих сайтах. Причины этому это старение населения. Бэби-бумеры выходят на пенсию, нужна новая кровь, новая рабочая сила. Второе это снижение рождаемости, благодаря тому, что постоянно пропагандируется гомосексуализм. Постоянно разрушается институт семьи. Правительство все больше и больше берет контроль над семьей и над воспитанием детей и так дальше. Много здесь людей с психическим расстройством. Тоже не мое мнение, об этом говорит статистика. И говорят, что каждый год тратятся миллионы, а то миллиарды долларов на лечение людей с такими заболеваниями. Так что если вы хотите приехать в эту страну, то у вас есть все шансы это осуществить. Дальше уже идет техническая сторона вопроса. Стоит ли ехать в Канаду или нет? На этот вопрос вам нужно четко ответить самому. Это одно из самых важных условий эмиграции в Канаду. Если вы не можете ответить четко на вопрос, что я там буду делать, чем я буду там заниматься, то лучше этого не делайте. Мой вам совет. Вообще эмиграция, я хочу сказать, что это не для слабонервных, не для трусов однозначно. Это большой, скажем так, и стресс, и вызов в вашей жизни. Теперь давайте я с вами поделюсь моим личным мнением успешной эмиграции в Канаду или другую любую страну. Первое условие, что вам нужно четко определиться, написать все плюсы и минусы. И потом, когда у нас это будет, вы, несмотря на эти все минусы, все равно хотите ехать, вы знаете, чем вы будете заниматься, какие расходы там в этой стране на жилье и так дальше, вы все равно хотите это сделать, то это уже первое, это первое условие. Второе, это вам нужно хорошо подготовиться. Узнать об этом месте, куда вы будете ехать как можно больше. Снять розовые очки. То есть ожидать самое худшее. Конечно, вы должны с оптимизмом ехать, имеется в виду, но рассмотреть, скажем так, что может самое худшее случиться в этой стране, куда я приеду, в тот город, куда я приеду. Но, конечно же, обязательно еще раз хочу повториться, вы должны иметь оптимизм, хороший настрой, что у вас все получится в новой стране. Но домашнее задание вы очень хорошо должны сделать. Погуглить, узнать, какие зарплаты, какие возможности, как подтвердить свою квалификацию и так дальше. Желательно посмотреть реальных людей, которые вам об этом расскажут. Да, будут разные мнения, субъективные мнения, но что-то у вас отложится. Вы сможете проанализировать эту информацию и сделать свой вывод, свой личный вывод. Потому что если вы только будете смотреть рекламную информацию, маркетинговую информацию о стране от государства Канады, официальных источников, то у вас может тоже сложиться ошибочное мнение. Потому что там всегда все красиво, все прекрасно, никаких проблем. Конечно же, все подается, с точки зрения государства, все продается в очень хорошем, красивом свете. Ну, так, наверное, должно быть, да. То есть страна представляет себя с лучшей стороны. Имейте это в виду. Третий момент. Вам нужно хорошо знать язык. Учите язык уже в своей стране исхода. Хотя бы на среднем уровне, то есть intermediate level, вы должны знать. Хотя если еще выше, то лучше английский и французский. Ну, то есть английский или французский, или два языка вместе, это будет еще лучше. Потому что здесь, как не парадоксально, учить вам его совершенствовать некогда будет, когда иммиграция. Это, я вам говорю, из своего личного опыта. То, что вы выучите, то вы будете здесь укреплять эту базу, скажем так. Вы будете практиковать. У нас там будет сильнее, у вас будет лучше становиться понимание, слушание, чтение, говорение и так дальше. Но вы будете все равно остановиться на том опыте. Ну, и что-то будет по ходу добавляться. Все зависит от той работы, куда вы устроитесь. Если вы, например, устроитесь на работу, где мало языка, то, конечно, будет большое торможение. Не хочу туда сейчас углубляться. Наверное, лучше сделать такое отдельное видео по поводу работы, поиска и так дальше. Четвертый момент, это, конечно, хороший запас денег. Все сейчас в мире очень дорого. В Канаде все постоянно с каждым годом дорожает и дорожает. Это очень дорогая сторона для иммиграции. Поэтому желательно, чтобы у вас запас денег был в два раза больше того, что требует само правительство для мигрантов. То есть они требуют какой-то минимум на семью, на человека, так дальше. Если вы еще добавите еще в два раза, тогда более-менее. И дальше уже нет потолка. Чем больше, тем лучше. Как минимум, конечно же, вам нужно иметь то, что просит правительство Канады. Но с этим будет очень тяжело выживать. Но все зависит, опять же, от того, какой у вас опыт. Как быстро вы найдете работу, что вы ожидаете. То есть все зависит от этого. В принципе, это, наверное, самый основный момент. Давайте подытожим. Первое. Это вы должны хорошо понять для себя, что я точно еду, что мы точно едем как семья. Второе. Сделать домашнее задание, узнать как можно больше об этой стране, программах и так дальше. Как можно лучше эмигрировать. Третье. Это максимально выучить язык страны, куда вы едете. Четвертое. Это запасить как можно больше суммой денег. И пятое. Это ваше позитивное мышление, ваш оптимизм, что у вас все здесь получится. Что вам здесь понравится. И вы готовы здесь адаптироваться. Вы готовы любить эту страну, любить этих людей и так дальше. Тогда у вас может что-то получиться. Так что дерзайте. Мы всегда должны помнить, что жизнь у нас одна. Мы живем один раз в этом мире. И если у вас есть желание, несмотря на те трудности, которые вы оценили и так далее, вы все-таки хотите попробовать, хотите какие-то приключения в жизни, то вперед. Потому что когда вы состаритесь и вы это не сделаете, то потом будет очень сожалеет, будете сидеть и плакать. Я это не сделал. Получится, не получится, но в любом случае у вас будет на один пункт меньше о чем жалеть. Потому что все-таки за нашу жизнь есть у нас много планов. Много мы планируем, но не все у нас всегда получается. Так что я желаю вам успехов, много позитива и мужества, чтобы преодолеть весь процесс эмиграции. Если у вас есть еще какие-то вопросы, которые вы хотели обсудить, о которых вы хотели бы спросить, узнать больше, пишите об этом в комментариях. Ставьте лайки также, чтобы другие люди могли видеть это видео и могли его посмотреть. До встречи в следующем видео. Пока-пока.